МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! В эфире на Уральской вещательной компании информационная программа объектив о последних событиях в этом выпуске новостей. Коротко о главном. Евгений Куйвышев и Игорь Халманских последовали примеру многих туристов и приняли участие в открытии сплава по реке Чусовой. В канун Дня российского предпринимательства в Новоуральске проходят обучающие семинары, тренинги, мастер-классы. Экономить на горячей воде реально в помощь современные счетчики с датчиком температуры. Стартовала пора экзаменов, а накануне выпускники отмечали последний звонок. В этом году он прозвенел для 476 учеников 11-х классов. Губернатор Евгений Куйвышев и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Халманских в субботу 23 мая приняли участие в открытии сплава по реке Чусовой. Евгений Куйвышев участвовал в сплаве впервые. Игорь Халманских – более опытный водник. На катамаране они прошли мимо живописных Чусовских берегов, осмотрели камни Богородский, Красный, конный памятник Акинсию Демидову. Вместе с ними в сплаве смогли принять участие представители актива движения «В защиту человека труда», в том числе из Перми, Оренбурга и Владивостока. Отметим, что место старта туристического маршрута было выбрано не случайно. Деревня Усть-Утка – одно из первых русских поселений на Урале, откуда отправлялись железные караваны Строгановых и Демидовых, снабжавшие железом всю Россию. Именно отсюда начинаются исторические сплавы, которые проводятся по главной речной артерии Урала – реке Чусовой. Об этом говорилось и на состоявшемся перед сплавом совещании с активом движения «В защиту человека труда» по вопросам развития туристического потенциала уральских регионов. Губернатор подчеркнул, «Развитие внутреннего и въездного туризма» вписано в стратегию развития всей Свердловской области. В рамках этой программы, сохраняя уникальный природный потенциал территории, необходимо сформировать здесь современную туристическую инфраструктуру. «Принята стратегия развития туристического потенциала. Создан и работает информационно-туристический центр. И мы создали и защитили, в том числе и на федеральном уровне, программу «Самоцветное кольцо Урала». Она по тому же принципу, что и «Золотое кольцо». Мы говорим о городах Древней Руси. Так вот, мы защитили программу «Самоцветное кольцо Урала». В рамках этой программы мы предполагаем развить необходимую туристическую инфраструктуру. Конечно же, те суммы, о которых мы говорим, и то, что нужно сделать, это колоссальные финансовые затраты. Вместе с тем, мы сегодня активно привлекаем бизнес-сообщество к реализации наших программ. Я имею в виду строительство гостиниц, кафе, пунктов питания, оказание услуг по предоставлению, в том числе и сплавного оборудования. Лидер Свердловской области также отметил, что за 2014 год в парке река Чусовая зарегистрирован прирост посетителей – 48 тысяч человек или 16% в сравнении с 2013 годом. Река Чусовая является одним из самых популярных мест для внутреннего и въездного туризма. Отметим, что эта река – одна из любимейших, по которой сплавляются ежегодно и туристы Новоуральского турклуба «Кедр». По данным региональной федерации спортивного туризма, водный туризм – один из самых массовых направлений, развивающихся в Свердловской области. К другим темам. Скоро лето, и один из способов экономить свои расходы за горячую воду – это установить современные счетчики с датчиком температуры. О специфике прибора расскажет Антон Сапогов. В нашем городе построена так называемая «открытая система» горячего водоснабжения. Тепло в батареи и горячая вода подаются в дома горожан из одной трубы. Недостатком такой системы служит отсутствие в крайне горячей воды нормативной температуры в летний период, когда тепло в батареях отключают. Вода застаивается в трубах и остывает. Можно ли в летние месяцы сэкономить на горячей воде, которую приходится подолгу пропускать? Некоторые горожане отвечают на этот вопрос положительно. Счетчик с термодатчиком. То, что ниже 40 градусов, он показывает, как холодная вода. А вот 40,5 градусов идет, как горячая вода. Дело в том, что по заявлению, как я обращался в УЖК, вот у меня сейчас стоят, у нас это называется экономия теплоресурсов за счет населения. Чем меньше население получает тепла, тем больше идет экономия. Но дело в том, что за холодную-то воду мы платим, я не хочу платить, как за горячую. Поэтому я установил счетчик. Я теперь полностью удовлетворен. У меня счетчик показывает, когда горячая вода. Я плачу, как за горячую. А за холодную она стоит недорого. Меня все устраивает. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. В преддверии Дня российского предпринимательства, который по календарю знаменательных дат отмечается завтра, 26 мая, в Новоуральске проходит немало тематических мероприятий. К примеру, для начинающих предпринимателей в отделении Сбербанка России прошел обучающий семинар. На нем рассказали об актуальных предложениях для малого бизнеса. Кто поможет начинающим предпринимателям? Эта тема обсуждалась в конце прошлой недели на площадке Новоуральского филиала Сбербанка. Организатор семинара для начинающих предпринимателей Новоуральский центр развития предпринимательства. Открытие и использование своего счета в банке, налоговая отчетность, получение грантов на развитие своего бизнеса. Эти и другие актуальные для бизнес-сообщества опросы обсуждались на семинаре. Нужно отметить, что количество тех, кто решил открыть свое дело в нашем городе, не становится меньше. Скорее наоборот, желающих воспользоваться программами поддержки становится больше день ото дня. Мой бизнес – это шейное производство. Я произвожу в городе Новоуральске детскую одежду. Бизнес мой организован в 2013 году при поддержке Свердловского областного фонда по поддержке предпринимательства. Я заявлялся на грант, успешно защитил свой проект и получил поддержку. Мой бизнес требует больших первоначальных вложений, но благодаря государственной поддержке у нас все получилось. Одним из актуальных вопросов, обсуждаемых на семинаре, стала тема налоговых каникул, которые были введены для начинающих предпринимателей в текущем году. Налоговые каникулы будут распространяться как на вновь зарегистрированных предпринимателей, так и на перешедших на упрощенную или патентную систему налогообложения. Субъектам Российской Федерации будет предоставлено право определять условия налоговых каникул, в том числе и отмены предоставленных льгот. Альбина Бабкова, Геннадий Донгузов, Новоуральская вещательная компания. Далее выпуск продолжит традиционная рубрика Новоуральской вещательной компании «Бессмертный полк». О подвигах своих родных и близких, которых нет в живых, рассказывают новоуральцы. Они знают, чтят и помнят о заслугах наших ветеранов. Я хочу рассказать про моего прадедушку Лешкова Петра Ульяновича. Он родился 30 сентября 1923 года в Челябинской области. Был призван в армию в 1942 году в составе 4-го воздушно-десантного полка 2-й гвардейской дивизии. Участвовал в боях под городом Нарва в феврале 43-го. Был тяжело ранен. После госпитля окончил снайперские курсы и уже воевал снайпером-инструктором в пограничном полку Ленинградского военного округа. Имеет на личном счету 8 уничтоженных фашистских захватчиков, которых можно посмотреть в его снайперской книжке. Имеет награды за боевые заслуги и медалью победы в Великой Отечественной войне. Еще он имеет награду Отечественной войны второй степени. Демобилизовался с замами в 1951 году в звании старшина. Умер 29 ноября 1987 года и похоронен в городе Петропавловский. К сожалению, я не знаю моего прадедушку, но я им все равно горжусь. И в честь него я сочинил стихотворение. Называется оно «Это моя гордость». 9 мая узнал я прадеда. Во время войны он приблизил победу. Под навырь служил и сражался он храбро. Врагов не щетил и отстреливал справно. В тяжелом бою был серьезно он ранен. Но пишет родным, что сижу я в засаде. Фашисты кругом, но не страшны они. За родину нашу мы жизнь отдадим. Я прав на кого и этим горжусь. По площади рядом я с ним вместе пройдусь. Сегодня 25 мая стартовал единый государственный экзамен. Сегодня в Средловской области 1187 выпускников сдавали литературу, а 436 – географию. В Новоуральске эти предметы, которые сдаются по выбору, не так распространены среди новоуральских школьников, как к примеру, физика и обществознания, которые выбирают более 30% от общего числа выпускников. Следующими в расписании стоят обязательный экзамен по русскому языку 28 мая и по математике базовая математика 1 июня или профильная математика 4 числа. Отметим, в этом году школьники могут выбрать экзамен по математике в зависимости от выбранной специальности. Например, базовой математики достаточно для поступления на гуманитарные направления. Пункты проведения ЕГЭ в Новоуральске это 58-й лицей, 41-я гимназия, 40-я и 48-я школы. А накануне экзаменов в школах прошли последние уроки и торжественные линейки в честь последнего звонка. В этом году он прозвенел для 476 11-ти классников и 824 9-ти классников. После школьных линеек выпускников ждал Центральный парк культуры и отдыха. По давней традиции именно здесь состоялся Большой городской праздник в честь выпускников. О том, как прошел последний звонок в Новоуральске расскажет Альбина Бабкова. Звучат в Новоуральске последние звонки. 22 мая городские старшеклассники сделали первый шаг во взрослую жизнь. Для них прозвенел последний школьный звонок. День, который с ними будет всегда в эмоциях, звуках, картинках. После торжественных линеек в школах выпускники собрались в парке культуры и отдыха, где их ждал настоящий праздник. Я верю, что на Бабкове где бы вы ни жили, где бы вы ни работали и ни трудились, ни учились, останется в вашем сердце на всю жизнь. Река бурливая, река широкая, река спокойная, река течет вверх, в горы и вниз спускается. Водопадами спускается, она бывает разная. Так и наша с вами жизнь, она тоже разная. Я сегодня желаю вам, чтобы каждый из вас нашел в своей жизни свое русло и ваша жизнь потечет рекой к той, которую вы проливали. Трогательным моментом торжества стал запуск воздушных шаров, а также долгожданное открытие фонтана. Парк культуры и отдыха приготовил для всех выпускников приятный сюрприз. В этот день в Новоурайск приехал арт-проект из города Снежинска со своей концертной программой. Школьная жизнь для этих ребят закончилась, но воспоминания не останутся навсегда. Большинство выпускников уже определились с выбором будущей профессии. Ребятам предстоит еще пройти последние испытания, сдать единые государственные экзамены, которые являются одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в ВУЗ. У нас сегодня последний звонок, и мы очень рады вообще этому событию. Мы долго так шли к этому. Все, немного слез у нас было пролито ради этого. Ну, кто-то уйдет, кто-то останется, может, еще в 11-й. Вот мы уходим с девочкой. Радость, грусть, то, что заканчивая школу, как бы это 11 лет, это довольно долго, как-то привык уже, то, что школа, это как часть своей жизни, вот, как бы непривычно. Печально расставаться с школой, вот, очень страшно, немного переживаю, что будет потом, но все-таки это приятные ощущения и радость от того, что начинается что-то новое, какой-то новый этап в жизни. Для меня этот день значит, что я закончил школу. Чувствую себя хорошо, отлично даже. Это начало новой взрослой жизни. Облегчение, как бы, отучились от школы, радость. Не волнуйся. Да. Эмоции вот просто зашкаливают. Альбина Бабкова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Сегодня в загородном оздоровительном центре «Самоцветы» открылись пятидневные учебные сборы для старшеклассников. Участие в них приняли 155 человек. С места событий Антон Сапогов. Взвод особого назначения. Так называются пятидневные учебные сборы старшеклассников. В них участвуют выпускники десятых классов. Проведение таких сборов положено по школьной учебной программе. Здесь ребята закрепляют те знания и навыки, которые они получили на уроках основы безопасности жизнедеятельности. Это подготовка по военному делу. Далеко не у всех муниципалитетов есть возможность проводить учебные сборы на базе пионерского лагеря. Дети здесь не только учатся, но и знакомятся. Характерной особенностью наших военизированных сборов стало большое количество девушек, которые в них участвуют. Какой-либо специальной облегченной программы для них не предусмотрено, поэтому девушки проходят все испытания наравне с юношами. Если в прошлом году была всего 21 девушка из разных образовательных учреждений, то в этом году из 155 участников целый женский взвод. Если так можно с юмором сказать. Ну, а когда, я думаю, мы будем смотреть на праздник строя песни по завершению всех сборов, то увидим, что девушки нисколько не хуже юношей. Справляются со всеми заданиями, которые предусмотрены на данных сборах. С каждым годом в армии становится все больше женщин. И они уже наступают на пятки мужчинам. В армии есть целые профессии, в которых заняты только девушки. У нас и для девушек найдется место в армии. Есть должности, которые выполняют только девушки, обязанности. И поэтому мы с удовольствием принимаем в ряды вооруженных сил и девушек. Очень это радует, то, что не только мужчины готовятся защищать свою родину, свое отечество, но и сегодня идет некоторый, я бы сказал, даже бум. Девушки желают еще больше, чем юноши, служить в армии и защищать свою родину. Сборы в лагере самоцветы проводятся во второй раз, но уже заложена традиция, когда участников приветствуют первые лица города. Здесь вы можете на практике показать то, чему научились за прошедший год, сплотиться, приобрести друзей и быть готовыми выполнять те задачи, которые на сегодняшний день ставит перед вами Российская Федерация. То, что вы сегодня пройдете эти пятидневные сборы, в дальнейшем вам пригодится в вашей жизни. Кто-то выберет профессию военного, кто-то полицейского, кто-то будет гражданским человеком сугубо. Но в любой момент, если нашей стране понадобится защита, я уверен, те навыки, которые вы сегодня приобретете, они вам помогут. Они помогут нашей стране. Всего в учебных сборах участвуют 155 старшеклассников. Ребята осваивают навыки строевой ходьбы, сборку и разборку автомата, специальную физическую подготовку, стрельбу, теоретические знания, а также различные спортивные игры и состязания. Все эти навыки им пригодятся на службе в армии. Вторая половина каждого дня посвящена досуговой деятельности. Для школьников подготовили тематические викторины, интеллектуальные и творческие конкурсы. На всех занятиях каждый взвод будет получать оценку звезду первой, второй или третьей степени. В конце смены будут подводить итоги и по количеству звезд выяснится, взвод победитель, который и получит название «Взвод особого назначения». Мы репетировали все, мы справимся, мы тоже сильная половина человечества и пусть это они думают, что мы слабые, но мы сможем и мы умеем разбирать автоматы и ходить строим. Мы постараемся, это будет, конечно, не так уж просто, но мы тоже можем это сделать. Даже если сегодняшним школьникам не придется служить в армии, те знания, которые они получают на учебных сборах, будут полезны и в обычной жизни. Не надо смонтировать. Не надо лить. Полили? Значит, обрабатываем рано либо кипяченой водой, либо переписи водородом. Антон Сапогов, Антон Плаев, Новоуральская обещательная компания. О погоде на вторник, 26 мая. Ясно, без осадков. Ночью плюс 7-10 градусов, днем 16-20 выше нуля. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 33 процента. Далее смотрите первую часть любительского спектакля, подготовленного в канун Дня Победы учениками городской гимназии для ветеранов. Премьера состоялась накануне 9 мая в Театре музыки, драмы и комедии. Приятного вам просмотра и до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин